Поведение пожилой женщины показалось директору магазина связи странным. Она долго разговаривала с кем-то по телефону, что-то записывала, а потом подошла к терминалу и заявила, что хочет перевезти 500 тысяч внучки. Она сказала, что она не помнит фамилию внучки, потому что она очень часто меняет фамилии. Вышла снова на 5 минут. Мне показалось это очень странно, что она не знает фамилию внучки, но родственника. Я обращался сразу в полицию. Буквально через несколько минут участковый Сергей Швачко был на месте. Но гражданка оказалась упертой. Продолжала настаивать, что должна перевезти полмиллиона. Оказалось, что аферисты обрабатывали бабушку уже неделю. Звонили каждый день, уточняли, не забрала ли она паспорт с прописки. И запугивали, все сбережения пропадут, если она не обналичит и срочно не переведет их на безопасный счет. Кстати, историю с внучкой ей тоже подсказали мошенники, чтобы крупный перевод не вызвал подозрений у окружающих. Но участкового не проведешь. Когда она мне передала телефон, я обратил внимание, что номер внучки у нее в телефонной книге не сохранен. Полистав журнал вызов, я увидел московские номера, которые ей звонили. Уже у меня сложилось впечатление, что бабушка что-то недоговаривает. Нашел я у нее в телефонной книге сохраненную запись дочки. С своего телефона позвонила дочери, она, видимо, где-то была рядом. И минуты через три после моего звонка дочка подошла в салон. Конкретно эта история закончилась хорошо. И деньги целы, и доверчивой пенсионерке урок. Но к каждой бабушке полицейского не приставишь. Поэтому стражи порядка занимаются профилактикой. Разъясняют согражданам, как противостоять мошенникам. Спасибо, что вы нас призупреждаете. Спасибо вам большое. Памятку получили и заучили. При поступлении подозрительных звонков от неизвестных, панику выключаем, здравомыслие включаем и просто кладем трубку. Анатолий Чернов, Ольга Иванова, дежурная часть Саратов.